всем привет добро пожаловать в мою оранжерею решила я снять такое видео я собрала все свои растения с варегатными листьями и сейчас вам покажу каждое поближе и расскажу как это растение называется и потом общее я расскажу как я за ними ухаживаю вот такая красота мне пришлось здесь ставить столики подставить чтобы все 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 было видно надеюсь видео вам понравится хочу сказать растения с варегатностью с белой очень нарядно смотрится очень прям ну и сейчас начнем снизу это у меня стоит сингониум вот такой вот лист у него прям вылез красивый такой белый будет у меня просто здесь два сидит в одном горшке один с варегатностью а второй ушел в зелень вот видите вот такой вот наполовину листик и вот как раз вот этот вот мне дает вот такие вот листья с варегатностью и там вот третий лист у него будет вот край вот такой вот красавчик это у меня красавица драцена нравится мне у нее очень листья красивые такие прям вообще полосатые очень-очень привлекает к себе внимание своими листьями вообще эти растения конечно смотрятся очень декоративно представляю вот она вырастет когда большой будет вообще красоткой эпипремном вот такой вот он у меня разросся но у него такое название что знаете вот ну язык можно сломать я уже говорила как-то видео листья у него конечно ну очень мне нравится такой красавчик такой вот я его подстригаю и потом укореняю в его же горшочек да и кстати еще в другой горшочек я посадила нравится мне это лямка красиво смотрится листья нарядные такие ну и могу сказать очень хорошо растет пепперомия тоже такие шикарные листья крупные такие растут я ее купила тоже с маленького такого в садовом центре покупала ее маленький отросток был и вот она у меня вот такая вот выросла листья были гораздо мельче здесь листья прям крупные красиво смотрится тоже нарядно очень а это моя коечка если кто следит за моими видео то не знают я ее укореняла с листочка на листочке было там череночек такой найти небольшой было два листочка один у меня что-то никак не рос и потом отпал а вот с одного листочка вот такая коечка разрослась листья тоже крупные и имеет такую форму сердца и с белым краем ну красиво смотрится в принципе растет но медленно растет но в общем то хорошо у него ты середочки там смотрю в общем она такая знаете коренастая толстая мне прям нравится выглядит тоже красиво и сердечки я рада что она есть моей коллекции фикус starlight тоже очень эффектные листья прям классные тоже представляю когда вырастет большим будет очень очень красиво даже и цветов не надо такие нарядные листья у этих растений шифлера вот такая она у меня прям пушистенькая пушистенькая растет там появляется новый листик стоит она у меня на подоконнике такое юго-западное окно притяненное могу сказать они с фикусом на пару у меня там стоят тоже прям вообще красотка и сейчас поднимемся повыше но здесь я поставила у меня стоит здесь две бугенвилии они тоже имеют варегатность листьев такой прям светлый белый бело-желтый тоже очень красиво смотрится так как бугенвилия еще добавок к таким листьям еще и цветет вообще супер просто супер рядом с ней у меня здесь панда панда сейчас отдыхает она у меня цвела обильно у меня есть видео на канале про бугенвилии и там можете найти посмотреть как она у меня цвела цвела она у меня прям обильно прицветники белые были и вот такие листья смотрится конечно тоже очень очень красиво но здесь у меня еще и колладиумы попали они же тоже с белыми листьями поэтому я тоже их сюда поставила но этот-то у меня вообще гигант у него нереально огромный лист вообще классный но этот еще не совсем у него будут пятна еще больше и очень будет тоже красиво смотреться пока что у нас листочки вот такие но тоже очень красиво смотрится и вот такой вот здесь больше зелени получается это же вот такие крапления вообще интересное растение колладиум я прям полюбила это растение классно смотрится так и здесь выше здесь у меня монстера моя альба стоит буду надеяться что у нее в будущем будет больше варигатность даже если больше не будет вот эти пятна белые на листьях они тоже очень хорошо смотрятся тем более у нее листья не будет очень крупная прям очень у нее последний лист уже пошел не то что резной смотрите дыры появляется на листе это вообще классное растение конечно я люблю очень монстеры у меня есть просто чисто зеленый цвет монстеры она у меня уже огромная и очень очень украшает комнату мне нравится и вот это вот тоже будет до стоять большой когда будет тоже будет смотреться очень очень красиво и сейчас вам покажу свою новинку монстера нашла наконец-то посмотрите какая классная варигатность обалдеть теперь у меня две варигатных монстеры одна с небольшой варигатностью а вторая вот такая вот беленькая беленькая вместе они будут дополнять друг друга ну красотка конечно вообще вот так вот это все красиво и нарядно смотрится и сейчас я вам расскажу как я ухаживаю за этими растениями вообще нарадоваться не могу что она наконец-то появилась вот такая вся беленькая нарядная в моей коллекции буду теперь ее расти большой и красивой ну теперь про уход конечно же варигатные растения требуют хорошего освещения прям хорошего освещения но не прямых солнечных лучей потому что их не листья белые они могут обгореть от солнечных лучей то есть такой хорошо рассеянный солнечный свет и его должно быть много и если допустим короткий день то нужно досвечивать лампами ну если пасмурно то тоже досвечивать лампами также немаловажный фактор это удобрение удобрение должно содержать минимум азота ну их можно удобрять для цветущих растений где поменьше азота или можно вообще не удобрять а использовать плодородную почву опрыскивание эти растения нуждаются во влажности воздуха из мелкого пульверизатора просто вот там раз два пшикнуть создать влаженности вот это облако и все грунт я использую рыхлый грунт всем растениям ну и добавляю там древесный уголь ну по необходимости вермикулит перлит просто перемешиваю это и все и поливаю как и все растения по мере пересыхания грунта наполовину если допустим колладиумы колладиумы я тоже подсушиваю но их наверное тоже примерно наполовину вот верхний слой вот начинает подсыхать я вот просто немного подрыхлю вижу что полить нужно и поливаю по чуть-чуть теплой водичкой это самое необходимое условие для того чтобы не потерять коррегатность растений ну и на первом месте это освещение для них самое главное это освещение если растения просто с зелеными листьями они могут где-то стоять в середине комнаты то эти растения только у окна надеюсь было интересно пишите комментарии ставьте лайки увидимся в следующем видео и